Гарем любовниц и неудобный сын. Что скрывает белорусский диктатор Лукашенко? И почему он пытался избавиться от своего ребенка? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то надо в Москву, то в Ленинград, то еще там субботники, то в Гродно поперты меня на площадь, обнимались с тобой там с этими девчонками. Потом Гомелев, Крупко, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Девчонок, вот я как президент, я прощаю. Беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит, мы недосмотрели. Значит, мы где-то недоработали в чем-то. Значит, они начинают там… Ну, вы знаете, что такое в физическом отношении лесбиянство. Что касается геи, ну, это извращенность. Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко является ярым псевдозащитником традиционных семейных ценностей. Но кто же он на самом деле? Сегодня мы с прекрасной Марией Максаковой вам все и расскажем всю правду. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Я приветствую нашу аудиторию. Вы знаете, я думаю, что говорить все – это будет большим преувеличением. Кое-что мы, конечно, расскажем. Но что-то мне подсказывает, что богатое на подобные приключения жизнь узурпатора Лукашенко все-таки достойно, знаете, целой серии, наверное, передач. Но ключевая фраза была произнесена им самим только что в показанном вами видео. Ну, я бы хотела от вас узнать какие-то, возможно, подробности его жизни. Ведь когда я готовилась к эфиру, прочитала очень много материалов, что на самом деле Лукашенко, ну, очень любит молоденьких девочек. Вот смотрите, он сказал, что у него не было времени лечиться. Вот эта фраза является действительно краеугольной в нашем повествовании. А все почему? Потому что нам надо будет вернуться в 1994 год, а лучше даже немного ранее. Дело все в том, что тогда, в 1994 году, конечно, белорусы ошиблись. И вот выбрали такого узурпатора, диктатора, которого до сих пор не могут никак свергнуть, хотя предпринимают отчаянные попытки. Но вот что известно было о его личности тогда, вот в те годы. Потому что, между прочим, врач-психиатр Дмитрий Щегельский, в общем-то, ценой вынужденной эмиграции опубликовал не просто свой взгляд на его тип личности, но и карту медицинскую, то есть историю его болезни. Об этом есть интервью «Радио Свобода». Поэтому, кому интересно, я считаю не лишним ознакомиться со всем, что там изложено. Но если коротко, дело заключается в том, что когда он, после того, как получил историческое образование, то есть он закончил исторический факультет, сейчас не скажу, правда, какого, по-моему, пединститута белорусского, но суть заключается в том, что он рванул, значит, к главе обкома партии с требованием назначить его директором колхоза. Вот в этом все дело как бы в парадоксе, да, то есть он с пеной у рта воспалял советскую власть, кричал, что он за там все эти марксистско-ленинские идеалы, но при этом вот с таким непротивным образованием просто с пеной у рта требовал, значит, его назначения. Ну и вот поэтому его отправили на медицинское освидетельствование прямо вот из этого кабинета. Можно сказать, вызвали санитаров. Вот. И действительно, когда он попал к психиатрам, с некоторыми из которых знаком был вот как раз Дмитрий Щегельский, который не просто, так сказать, предоставил внимание общественности все произошедшее, но и общался непосредственно с теми психиатрами, которые тогда проводили вот это освидетельствование. Они ему поставили диагноз мозаичная психопатия. То есть это, ну, такой вот узурпатор со справкой. Это такие, так скажем, особенности, которые, во-первых, в общем-то, и с трудом поддаются коррекции. А как мы услышали из того, что его вот этих собственных откровений, он не имел времени лечиться. Очевидно, заболевание прогрессировало всю дорогу. То есть это все определенные, так сказать, миниакальности. То есть это бред собственного значения, конспирологические теории заговора вокруг, тотальная подозрительность, совершенное отсутствие эмпатии. И это все даже вот в этом интервью Дмитрий Щегельский, в общем-то, называет конкурентным преимуществом Лукашенко в его борьбе за власть. То есть в конце концов все равно он и до колхоза этого добрался. И там он, поскольку это было нужно на своей первой и, в общем-то, по сей день единственной официальной жене Галине. Ну, там тоже произошли, так сказать, зачатия и рождения. И, соответственно, у них есть двое детей. Здесь можно в какой-то, наверное, степени провести аналогию с Януковичем, потому что тем детям он все, что мог и не мог, сконструировал с точки зрения их безбедной жизни. Но, тем не менее, сразу же, как только он, откуда там они, где они там были в этом совхозе-колхозе, рванул в Минск, то жену он оставил и дальше присматривать за крупным рогатым скотом, дояркой там какой-то работать. Благо она, в общем-то, мне кажется, по сравнению с этим усатым чудовищем, даже как бы с радостью занималась крупным рогатым скотом, потому что, видимо, у тех животных куда больше эмпатии, сочувствия и, по большому счёту, тепла во взаимоотношениях. Ну, в общем, уехав оттуда, он себе ни в чём не отказывал. У него просто были вереницы каких-то там любовниц, об этом все знали, и в Минске его сравнивали с Лаврентием Берия, который мог, проезжая по улицам Москвы, просто указать на этих жертв, которых ему нужно было, значит, в дальнейшем доставить. Вот нечто подобное рассказывали про узурпатора Лукашенко, будто бы он тоже настолько похотлив и падок на, вот, так сказать, женщин вокруг просто гуляющих там по Минску и так далее, что многие могли вот таким вот образом оказаться в крайне неприятной для себя ситуации. Значит, при этом, естественно, его похоть была поставлена на поток, и как только он добился вот этой победы на выборах в 94-м году, то, разумеется, администрация занималась в том числе и поиском, и даже созданием оказий, то есть имитацией вот, кстати, его, этого извращенного охотничьего инстинкта, то есть они ему создавали ситуации, при которых он, значит, ну, вот так приударял в вульгарной форме за девушками, которые становились от года в году все моложе и моложе. Ну, в общем, это его склонность, она там всем хорошо известна, и по большому счету, наверное, это тоже, в принципе, одна из, так сказать, сторон его психопатологии, то есть это неразборчивость крайняя в связях. Более того, если, например, мы сравним, скажем так, представителей кооператива «Озера», то есть разнообразных высокопоставленных россиян, у которых тоже все это стоит на потоке, но там существует клиника «Сагаз». И по отдельной, так сказать, статье под названием «Женский спорт», перед тем, как оказаться в объятиях какого-нибудь этого олигарха или чиновника высокопоставленного, женщины, девушки, спортсменки, многие проходят вот это медицинское освидетельствование на предмет своего здоровья, на предмет отсутствия у них разнообразных каких-то заболеваний, вирусов и всего прочего. Вот этим Лукашенко пренебрегал всегда, ему даже этого не нужно было, потому что, я так понимаю, что в его картине мира, ну, так скажем, обскурентной, в общем, ну, он, наверное, твердо уверен в непоколебивости своего здоровья, вот, но, тем не менее, вот такая маниакальная страсть у него присутствовала всегда, и надо сказать, что, в конце концов, это породило в нем какую-то такую старческую привязанность к последнему младшему своему сыну. Тут бы я хотела вернуться еще раз к интервью вот на страницах «Радио Свобода». Там говорится о том, что, ну, во всяком случае, он проводит параллели между Лукашенко и Гитлером, говорит о том, что очень много схожих черт, в том числе, вот, например, Гитлер любил свою собаку-блонди. Вот. И такая вот какая-то психопатологическая привязанность у Лукашенко существует к, значит, своему сыну Коленьке, которого он, в общем-то, тоже вводит на поводке наподобие какого-нибудь породистого кокерспаниеля. И по поводу происхождения этого Коленьки я думаю, что нам сейчас стоит поговорить. Значит, расхожая версия заключается в том, что он его произвел о приходовах в старшую медсестру своего президентского пула, то есть здравницы своей этой, Ирину Абельскую. Ну, тут, так сказать, сложно говорить, насколько правдива эта версия. Про нее достаточно, так же всего, снято и написано, и сказано. Но есть и другая версия, заслуживающая внимания. Дело в том, что писалось в СМИ о том, что у Лукашенко в целом в какой-то момент сложилась такая провинциальная тяга к разнообразного рода звездам. Это касалось актрис, балерин, других медийных личностей. И в частности поговаривают, что у него происходили встречи с... Ну, теперь уже как бы язык с трудом поворачивается произнести слово «балерина», но когда-то, тем не менее, это соответствовало действительности. Вот с нынешней, как это сказать, любительницей банно-прачных процедур с мэрами попроще и с трубами пониже Анастасии Волочковой. И вот была такая версия довольно устойчивая, и она появлялась в следствиях мастерской информации, что Колинку все-таки произвела на свет именно балерина Волочкова или уже не балерина. В общем, что в этой версии кажется интересным? В этой версии кажется интересным именно желанием заниматься, так сказать, генной модификацией. И если с внешней точки зрения модификация, в общем-то, удалась, так как Колинка едва ли внешне похож на своего картофельного бульба-папашу, тем не менее, что касается его внутреннего содержания, что-то мне подсказывает, тут генетика оказалась, вот, увы, беспомощной, и его вот эта болезненная, так сказать, любовь и опека над этим Колинкой фактически не оставляет возможности сделать какие-либо выводы о том, что из себя представляет сам Колинка, так как он опекаем им так, как если бы Колинке по-прежнему было бы два, но максимум три года. Что, в свою очередь, наверное, порождает определенный эдипов комплекс вот в, так сказать, его пассии, в жертве этой его болезненной привязанности. Только можно гадать, сколько всего транслировал этот мозаичный психопат своему сынишке, и обошлось ли только каким-нибудь биполярным расстройством, или также транслирована вся вот эта искаженная картина реальности. То есть сам Лукашенко занят исключительно властью, то есть своим пребыванием в ней, вот на верхушке выстроенной с собой пирамиды. Он не гнушался и не гнушается никакими способами удержания этой власти. Его такое же, в общем-то, патологическое, ну, чутье на конкурентов делает совершенно невозможным эту конкуренцию, потому что по меткому, кстати сказать, тоже определению в этой статье «Радио Свобода» врача-психиатра Дмитрия Щегельского, он задолго до того, как сам потенциальный его конкурент складывает у себя план реальных действий, чувствует угрозу, которая, возможно, исходит вот от такого потенциального только еще конкурента, и поэтому делается предположение, что много еще мы узнаем потом о том, как, с кем и каким образом он расправлялся, были ли вот на протяжении всего этого срока его узурпации власти, смерти, каких-то потенциальных его конкурентов естественными или случайными. И в этом отношении, я думаю, что крайне почат. Боль того, вот его этот анамнез, так скажем, позволяет делать выводы о том, что не у Путина учится Лукашенко, а как раз все наоборот. То есть истинное такое, скажем, отклонение, вот эта психопатологичность, она присуща конкретно именно Лукашенко. И там врач подчеркивает, что как для белорусского, так и для большинства законодательских других стран. Он продолжает быть вменяемым, то есть он должен понести ответственность за все свои преступления. И его медицинская карта еще тех лет не может послужить основанием для смягчения каких-либо статей в отношении него. То есть он абсолютно вменяем, он знает, что он делает, он делает это злонамеренно, он опасный, конечно же, тип. Разумеется, что он любит власть и также он любит деньги, потому что удерживаться власти для него становится все дороже и дороже. Конечно же, он не рассчитывается по деньгам не только с Путиным, который, похоже, действительно его как настоящего психопата побаивается, однако не может ему найти достойной замены, которая бы гарантированно победила на выборах, поэтому вот в этом таком каком-то двойственном положении он находится уже так много лет. С одной стороны, он вроде бы не устраивает никого, тем не менее, другой альтернативной фигуры, как он сам не дает возможности прийти, так и извне трудно что-либо делать, ну, по той причине, что он уничтожил в принципе все системы, которые могли бы привести к выборам альтернативного, успешным выборам альтернативного кандидата, потому что та история, которую мы недавно наблюдали с прошедшими выборами, ясно демонстрирую, что даже победив с большим отрывом Светлана Тихановская не смогла ну, хотя бы дойти до инаугурации, то есть все фальсифицируется абсолютно на всем протяжении, дальше протесты, которые, кстати, были очень в общем-то яркими, но все же белорусы не перешли, наверное, какой-то необходимой грани, потому что в столкновении с маньяком, то есть в столкновении с такой вот личностью с патологиями невозможно добиваться успеха исключительно увещеванием, они не сдают в таких случаях назад, они могут литероваться только почувствовав большую, превосходящую во много раз их силу, и то эта сила должна их уверенно превосходить, иначе они продолжают как крысы из угла наносить какие-то фатальные иной раз для всех участников прыжки и укусы. Соответственно, сейчас мы стоим на пороге его следующих выборов, которые настанут уже в феврале 2024 года, то есть если говорить о вот этом новом, так скажем, электоральном цикле, таком глобальном, то он, скажем так, с него это все дело будет запущено, потому что в 2024 году также выборы по идее какие-никакие должны быть и в России, в Соединенных Штатах, то есть это такой большой такой глобальный цикл, который, видимо, начинается именно с этого маньяка. И по большому счету у него, наверное, задача одна, это по-прежнему узурпировать власть Беларуси. Вот противостоять ему, конечно, довольно сложно тем, кто собирается этим заниматься, но уверена, что опыт прошлого противостояния ну, так сказать, будет использован будет оценен, будет проанализирован и использован в дальнейшем, потому что, ну, я уверена, что и в прошлый раз можно было, конечно, дожать и выковырить этого таракана из белорусского руководства, но в этот раз надеюсь, что сил хватит и все-таки эта узурпация не продолжится. Однако хочу сказать, что даже в моменты вот тех протестов во время прошлых выборов Лукашенко не был столь уверен, несмотря на всю свою маниакальность, несмотря на все свои извращения, несмотря на то, что он действительный патентованный со справкой психопат, он не был уверен в том, что он сможет удержать власть, поэтому он рассматривал разнообразные для себя линии поведения, но он, конечно, не думает про побег в Россию, так как это сделал Янукович по той причине, что он не верит в силу кремлевской власти, он, напротив, убежден в абсолютной шаткости кремлевского режима и, соответственно, не будет делать ставку, и тогда уже не делал в 20-м году, но он при этом вел переговоры с Китаем, и там у него был когда-то уже выстроен дворец силами, ну, скажем так, богатых китайцев, и в том числе каких-то провластных китайцев, в общем, как бы то ни было, у него есть куда отправиться, и вот в этот самый дворец в Пекине или под Пекином он уже было собирался вывозить Колинь. Я бы тут еще хотела сказать, что ну, это как бы показатель такой важный, потому что Колинька это вот действительно его какая-то такая, ну, фиксированная идея, и поэтому раз он всерьез задумывался об ну, вот просто как бы спасении, так скажем, перемещении Коли туда, то, соответственно, это говорит о том, что он и сам собирался в какой-то момент туда ехать, но я предполагаю, что он хорошенько обдумал свои все эти планы, маневры, рывки. Трудно сказать, сохранилась ли у него концепция переезда в Китай в случае, если и я очень надеюсь, что в этот раз белорусская оппозиция будет гораздо успешнее, но думаю, что он также рассматривает для себя как ни странно переезд на Кубу, учитывая его шпагат, который по-моему во много раз превосходит шпагат Анастасии Волочковой, потенциальной возможной матери этого Поленьки, то мне кажется, что поехав на Кубу, он бы, конечно, лишил бы работы большинство местных проституток на пляжах Гаваны, потому что такой изворотливости и гибкости надо, видимо, поучиться. И тут можно только в завершении сказать, что он демонстрирует все большую растяжку, так как тот недавно заявил о том, что намеревается налаживать отношения с Польшей, хотя, казалось бы, в предыдущие годы его этой узурпации были посвящены крайне враждебным высказываниям в отношении Польши. Он очень зло и даже, так сказать, ну, агрессивно позволял себе пройтись много по каким аспектам вот именно взаимоотношений с Польшей и Восточной Европой в целом. пытался угрожать, да по-разному в общем-то он вторил вот этим кремлевским нарративом, хотя, если внимательно почитать все сказанное о нем врачами его лечащими, то, в общем-то, конечно, в пору вызывать санитаров, конечно же, а не регистрировать его в качестве кандидата на выборы предстоящие в 2024 году. И опять-таки в общем-то такое впечатление складывается, что это не столь даже повторение узурпатором Лукашенко высказываний или, допустим, методичек спущенных из Кремля или каким-то образом рожденных в бредовой фантазии и в испаленном мозгу или, точнее сказать, черепной коровке преступника Путина. То есть, тут такое впечатление, что у них даже в какой-то степени пинг-понг. Причем, каждый раз они швыряют друг в друга этот, как он там у них называется, этот спорт коровяк, кажется, или как-то так. Это когда они швыряют вместо мячика для пинг-понга то, что остается и костенеют в навозных кучах. В общем, в этом процессе метательства они каждый раз, конечно же, градус повышают для охочить до подобного бреда публики своих вот этих обывателей, которым страшно нравится смотреть на все эти спектакли, потому что так не крути какое-то количество так скажем вот этих бабок Путина или вот каких-то там еще бывших там побывавших в объятиях этого таракана женщин в Беларуси, они очень охочи до вот этой эскалации, каждый раз, когда они все больше говорят и все меньше делают, то есть когда в общем-то телевизор в прямом конфликте находится с холодильником, то некоторое время при уменьшающемся хлебе, при возрастающих зрелищах все-таки можно удержать еще вот какое-то время вот такое своеобразное статус-кво, хотя подчеркну, я думаю, что они все прекрасно понимают, что в феврале наступают совершенно иные времена, в частности для узурпатора Лукашенко, я убеждена, что вот именно, что оппозиция изучила прежний опыт и выводы сделала, также я думаю, что в составе в составе иностранного легиона есть белорусский корпус, который весьма успешно действует и я думаю, что тоже не останется равнодушным к предстоящему событию февраля 2024 года, я думаю, что такая клиническая просто картина, которая представляет из себя белорусский этот эстаблишмент, который управляем бессменно столько лет патентованным клиническим психопатом, это в какой-то степени уже, мне кажется, перешло все вообще рамки того, что мы читали о каких-то там тиранах, злодеях из далекого исторического прошлого, то есть в данный момент не надо преуменьшать просто то, что представляет из себя эту опасность, которую он в себе несет, конечно, для сохранения себя у власти он действительно в любой шпагат сядет и будет заигрывать с кем угодно, но, естественно, слов своих он держать не склонен, он презирает всех, кого видит и не видит, всех он рассматривает исключительно враждебно, как возможных для себя конкурентов, но надо сказать, что в Беларуси, как ни странно, вот эта тенденция разговоров о его бесчисленных связях с разными женщинами носит такой характер, что вокруг этого всего действия молва такова, что, дескать, он не забывает тех, кто там, значит, с ним побывал в каких-то отношениях, и это еще преподносится как какой-то там вот его личностный плюс, что, дескать, он там в дальнейшем заботлив, заботится о ком-то такой себе белорусский Чингисхан или что это такое, я даже не знаю, как это назвать. Мы недавно с вами обсуждали, кстати, Пригожина, но в этом же принципе, Пригожин, конечно, наверное, пользовался услугами клиники Сагас, даже когда, так сказать, ему дерзость постановляли, но, скорее всего, для начала надо было освидетельствовать, что действительно они нетронутые, и дальше вроде бы в отеле Сокос это происходило за 40 тысяч рублей, такой прескурант, вот, значит, готовая отдаться ему в первый раз девушка получала вот эту сумму, ну, поговаривают последнее расследование о том, что мы уже с вами тоже сказали об этом в контексте Лукашенко, что эти девушки становились все моложе и моложе, и, в общем-то, превращались со временем в несовершеннолетних, а кто-то говорит, что даже недостигших в возрасте согласен. Но Пригожин тоже далеко пошел в этом направлении, потому что некоторые из них беременели, дальше Пригожин с ними контракт заключал, отправлял их рожать в Америку, там по праву почвы эти наследники получали документы, и вот этих дамочек он делал своими какими-то бухгалтерами, там тоже размещал свои какие-то активы, и вот устроил такую целую сеть в общем каких-то своеобразных связей, которые основаны были первоначально на его определенно тоже патологии. Ну, сколько наследников или наследниц произвел на свет Лукашенко, судить сложно, во всяком случае, доподлинно мы можем говорить о тех двух, которые возникли в его единственной официальной семье от вот этой доярки Галины, ну, как-то мне что-то подсказывает, что она была в принципе и рада, что усатый таракан избавил ее от своего присутствия, однако вот в дальнейшем каким-то вот, не знаю, он произвел себе этого наследника, на котором так зациклен, вот в моей сердце, которую я вам рассказала про балерину, она интересна еще и тем, что определенные существуют разговоры о том, что он запрещал этой бывшей балерине, а ныне какой-то, я не знаю, банно-прачечной спортсменке встречаться с коленькой, но вот по какой-то причине ну такая странная во всяком случае информация на этот счет, вот все же меня как-то склоняет в пользу того, что эта версия с Ириной Абельской это просто легенда, прикрывающая основную. Ну вот такая вот. Очень, кстати, интересная версия, и знаете, Мария, если говорить о сыновьях Лукашенко, то действительно вот старшие, те, которые от его официальной жены, они ну хоть как-нибудь и на него похожи, кто-то там старший, этот Виктор, он тоже с усами, но и они при этом есть, один из них помощник президента, второй из них занимает пост председателя Центрального Совета Белорусского Республиканского Государственно-Общественного Объединения Президентский Спортивный Клуб, ну то есть они все при власти. А если говорить о Коленьке, то когда-то я читала информацию о том, что когда-то Коленьку он даже привез на встречу с Путиным, и тогда Путин ему сказал, ну этот сын от самого Господа Бога, ну вот как-то он так его всегда показывает, что вот это его самый лучший маленький сыночек, и, ну, кстати, появилась еще одна информация, что якобы у Лукашенко есть еще один сын, и возможно это подтверждает ту версию, о которой вы говорили, что Лукашенко психически болен, потому что журналисты ресурса «Нехта» опубликовали расследование, где рассказали о том, что у Лукашенко есть сын, якобы от которого он отказался. Они выяснили, что у Лукашенко есть умственно отсталый сын, которого скрывали в общественности в детдоме и скрывают до сих пор. Мальчика якобы родила ему в 2002 году вся та же Ирина Абельская, вероятно, возможно, мама Коленьки, возможно, и нет, но и поговаривают, что Лукашенко, узнав о беременности этой Абельской, избил ее до потери сознания, что тоже подтверждает вот эту всю маньякальность и психичную болезнь самого Лукашенко. Вам что-то известно об этой версии? Я думаю, что вот эта версия как раз-таки про то, что он не хотел ребенка от Абельской и, возможно, эти побои явились, в конце концов, и причиной умственной отсталости рожденного в результате его сына. Вот это, скорее всего, единственный их ребенок с Абельской, а Коленька все-таки, как мне кажется, сильно отличается и внешне, и, ну, всячески от них, от всех, и гораздо сильнее похож на ныне, как вам сказать, уже алкоголицу со стертой личностью. То есть, вообще, знаете, как-нибудь можно было бы о ней поговорить. это очень странная история того, как, ну, понимаете, исключительно женоненавистническая среда российская встает каждый раз на сторону абьюзера, если, тем более, у абьюзера много денег. в жизни у Волочковой, когда еще она ездила на достроли в Лонд и открывала их балетом «Любединое озеро», появился к большому для нее сожалению такой вот воздыхатель Сулейман Керим. он широкой общественности, наверное, больше известен в связи со знаменитой аварией, которая произошла в Ницце, по-моему, в 2006 году, когда он вместе с Тиной Канделаки, находясь в спортивном автомобиле, по-моему, в Феррари, они врезались в дерево и кропотливые французские полицейские, восстанавливая произошедшие события, установили, что Тина Канделаки в момент аварии вовсе не любовалась красотами из окна, напротив, в сольбенной позе что-то разглядывала в области ширинки Сулеймана Керимова. Да настолько тщательно, что в итоге попала в больницу, там она потом какие-то татуировки себе еще на места ожогов выводила, сказав еще при этом, что в больнице она находится, потому что у нее дескать свинка обнаружена. Но то, что у нее большая черная свинка в душе, это мы знаем в общем-то и без ее признаний, но я тут как-то распустилась в предположение, что возможно у нее еще и небольшая свинка оказалась за щекой, и вероятно в таком положении она и была доставлена в больницу. Это, кстати, не она. Это одна из любовниц Лукашенко Дорофеева, певица, кстати. В общем, Сулейман Керимов прославился, конечно, тогда на весь мир этой аварии, а вот Анастасии Волочковой не удалось из его объятий вырваться настолько же, так сказать, без убытков и наоборот у Канделаки каждый раз получается измельчить максимум пользы из любых подобных отношений, а это и напротив он решил карьеру полностью разбить, уничтожить, он проплачивал всякие ее вот эти значит неприятности, то есть Большой Театр просто встал ну на реализацию этих идиотских фантазий, они стали заниматься контрольным взвешиванием Волочковой как крупного рогатого скота, рассказывать о том, что она какими-то параметрами не соответствует, в итоге ее позорно увольняли именно значит как профнепригодную впоследствии какими-то долгими судами она, конечно, доказала значит несостоятельность подобных обвинений, но это сейчас, конечно, значение в общем-то не имеет, а дело в том, что тогда они действительно уничтожили ее карьеру, уничтожили ее жизнь, она не сильно как бы верила в такой исход, потому что ей казалось, что она уж такая популярная, кстати говоря ей очень много дал Киев она насколько я помню вообще в Киевском хореографическом училище вот и в общем короче говоря когда она была вот так сказать на гребне этого успеха приключилась вот эта история когда они повздорили довольно сильно с Керимовым и тот вот занимался методично ее уничтожением и надо сказать с большим успехом это удовольствие потому что в какой-то момент Волочкова вместо воды в бутылках на балконе стала держать белое вино потому что ну за ненадобность воду выкинули вот а вместо так сказать воды которую можно утолить жажду стали использовать белое вино потому что ну в остальное время суток я так понимаю она прибегала к более крепким напиткам а вот с утра как раз белое вино было в самый раз ну вот и когда она в конце концов ну да еще это окружение подобранное и так далее когда она в конце концов ну вот по этой наклонной просто полностью скатилась то теперь конечно это ну не то что там скатилась и оскотинилась теперь она конечно ну то есть фрик естественно безобразность это абсолютно и вот эти потуги какие-то в этом спитом мозгу рожать какие-то гадкие совершенно формулировки по поводу тем более Кива который ей только когда-то дал то есть это все конечно свидетельствует о том что она вот уж действительно потеряла адекватность и по большому счету кто бы ее только не использовал и как бы они это все не делали все это конечно вот у нее сейчас в принципе хорошо про ее внешнем виде я кстати хотела бы сказать что вот это как бы знаете этот вираж или там глубина этого ее падения она может быть некоторым уже не до конца понятна потому что за многие годы когда представала она перед изумленной публикой вот в этом абсолютно неприглядном виде забывается что когда-то она действительно вполне конкурентно выступала на балетной сцене то есть глубину ее падения и того как ее использовали все вот вышеупомянутые можно оценить только если вспомнить о том с какого именно скажем так едестала она падала тут я просто на ее примере хочу сказать что они абсолютно беспринципные аморальные они будут об кого угодно вытирать ноги бить своими кирзовыми сапогами они любого и любую превратят вот в такое посмешище то есть в огородное пугало полную противоположенность того с чего она сама когда-то начинала и никто из-за нее не вступится и никогда ее не пощадит напротив это тоже является как раз таки прямым доказательством абсолютной беспощадности и когда говорится о том что Лукашенко кого-то пристроил о ком-то позаботился это это все это все знаете слухи ну которые только работают больше даже в качестве каких-то легенд на ну странное довольно патриархальное судя по всему во многом еще общество пенсионеров которые наверное ну готовы так сказать присягать в каком-то стокгольмском синдроме и фальсифицировать выборы в Беларуси потому что это мы все наблюдали в последний раз конечно это все было жутко совершенно были много очень надежд и у меня в частности я тоже связывала много надежд с тем что им удастся конечно доказать что ну Лукашенко просто узурпировал власть подделал и причем знаете даже были такие высказывания что если бы он подделал но не так нагло и не там не дорисовал там себе уж не знаю сколько там десятков десятков процентов пунктов то может быть таких протестов причем в общем действительно миролюбивых белорусов и не возникло бы когда они мы все помним эти кадры как они в носочках становились на скамейке то есть снимая обувь перед этим действительно такие очень чистоплотные какие-то очень ну слишком культурные для такого узурпатора люди вот поэтому будем надеяться что в этот раз и конечно же белорусский корпус и сделавшие свои нужные выводы оппозиционеры уже подготовились гораздо лучше к событиям предстоящего февраля ну а во что превращают подобные тех кто встречаются на их пути можно вот как раз подробно посмотреть на примере биографии Анастасии Волочковой Мария вы знаете я хочу на завершение все-таки показать для наших зрителей гарем Лукашенко и более подробно рассказать о тех женщинах о которых известно вот то что сейчас демонстрируют на именно на кадрах то это у нас Полина Шуба если я не ошибаюсь сейчас да они вместе танцевали вальс и известно что она появлялась вместе с Лукашенко на матче чемпионата мира по хоккею в Минске кроме того есть информация о некой Ирине Дорофеевой мы уже ее показывали сейчас еще раз покажем то после знакомства с президентом карьера этой вокалистки как говорят и пошла в гору причем кумиром для белорусов Дорофеева стала поневоле ее буквально пропихивали везде где надо и не надо также известно о том что у Лукашенко далее была молоденькая представительница отечественного шоу-бизнеса 18-летняя певица и актриса Марта Голубева она танцевала с президентом в день независимости страны она мисс Беларусь 2016 Марта сидела по правую руку от главы государства вот они даже вместе здесь и танцуют что еще известно о том что после Полины и после других женщин была у Лукашенко еще одна молоденькая 21-летняя витебская студентка Кристина Невера она выиграла конкурс красоты королева весна 2016 витебске но и тоже часто появлялась на публике вместе с диктатором еще одна девушка которую не раз видели рядом с Лукашенко это Алина Роскоч и здесь Роскоч и здесь диктатор не стал изменять традиции он заметил эту красавицу тоже на конкурсе красоты но и как говорит сам фанат Путина и белорусский диктатор я ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников с одной стороны сын с другой девчонка в моей службе протокола работают очень красивые девчата которые часто сами просится посидеть рядом со мной вот так он высказывался но и к слову среди сотрудниц Лукашенко была фаворитка Дарья Шманай сам президент самопровозглашенный говорил что она выше всех она сопровождала фюрера на официальных приемах спортивных и культурных мероприятиях но наибольший интерес у СМИ вызывает Мария Василевич это якобы последняя его фанатка она появилась в медийном пространстве после посещения тоже Лукашенко конкурса Мисс Беларусь 2018 после этого 21-летняя красавица постоянно появлялась с Александром Григорьевичем который годится ей в дедушке но они постоянно появлялись на публике и как говорит сам Лукашенко когда к ней обращается он ее называет Машенька детка вот такой гарем у Лукашенко возможно мы о многих еще и не знаем не знаем сколько у него возможно и детей но та история с ребенком от которого он якобы отказался потому что боялся что он испортит ему политическую карьеру если все узнают что он болен то это наверное все-таки действительно подтверждает что и сам Лукашенко тоже болен но не только это мы видим по его действиям что он творит так что понимаете ему хотелось как я думаю вот таким вот наследником именно чтобы удовлетворить свои глубокие провинциальные комплексы поэтому в качестве матери там ребенка вот это вот главврачиха его этого президентского какого-то там репрозория она не представляла из себя никакого интереса чем она в конце концов отличается от серии ведущих каких-то там женщин включая его первую жену вот поэтому я как раз думаю что он подыскивал себе вот именно какую-то такую неожиданную так сказать я даже не знаю как сказать можно словами Киркорова который когда выбирал по каталогу себе суррогатную мать для детей кстати рожденных в Соединенных Штатах он говорил что ищет печку вот инкубатор то есть поэтому подход видимо тут тоже именно такого характера то есть это поиск подходящего инкубатора и вот я думаю что как раз таки нужно было что-то вот такое в те годы еще довольно яркое Мария огромное вам спасибо за такой интересный разбор и разговор многого возможно мы узнали то о чем даже не слышали тоже рекомендую всем почитать статью на радио свобода о психическом здоровье Лукашенко точнее даже не здоровье и естественно вы пожалуйста напишите свои комментарии что вам понравилось и возможно кого бы вы хотели чтобы мы обсудили в следующих наших эфирах всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш ютуб канал 24 на ютуб канал Марии Максаковой его вы можете найти в описании под этим видео а я желаю вам хороших новостей и говорю до встречи до свидания